Дорогие коллеги, здравствуйте! Мы собрались сегодня здесь для того, чтобы познакомиться с новой книгой выдающегося лингвиста, заведующего кафедрой общего исказания Московского педагогического исказного университета. Александр Михайлович Калычаков. Нет в Москве и во всей России лингвиста, который не знал про это выключение. Когда вышли в истории русского литературного языка, огромная, многостраничная, которая практически открывала и закрывала все страницы. История русского литературного языка, предназначенная для студенчества, все были потрясены. Потому что курс, который читался, естественно, во всей России, институционный прием, обрел в этом учебном пособии, в этом учебнике такое свое совершенное воплощение. Это был и научный дом, и учебный металлический дом. Александр Михайлович пришел к нашему гостю, как выпускник МГУ. Но он вписался в наши научные школы, в наши такие труды, усилия по воспитанию будущих учителей, и филологов, как никто не любит. Некоторое время Александр Михайлович заменовал кафедры русского языка и стилистики литературного института. Сувенидового литературного института, Игорь Горького, Тверском университете. И это тоже была самодостаточная страница научной жизни Александра Михайловича. Но так получилось, что в суровые для нашего университета времена, когда, ну прямо скажем, администрация университета, пришедшая на смену прежней, традиционной нашей команде, администрации, не очень честного ни истории языка, ни истории литературы. И даже настоятельно рекомендовала из учебных планов убирать некоторые дисциплины, связанные с языком, стилистикой, ариктологией, репостной литературой. И именно Александр Михайлович не побоялся открыто на всю страну заявить о своей гражданской позиции. заявить о том, что педагогический университет, Московский педагогический университет должен оставаться вкладанном высокой фундаментальной нерке. Да, это была знаменитая петиция, которая собрала более 10 тысяч подписей. Ну, прямо скажем, что мы сочувствовали очень вот этой борьбе Александра Михайловича и принимали в ней участие. И так получилось, что Алексей Владимирович Лухов, реактор нашего университета, пригласил Александра Михайловича сразу же на должность заветующего кафедрой русской литературы, по общему языкознанию, извините, как только он стал директором. И кафедра сейчас развивается мощно под руководством Александра Михайловича Полчакова. Я очень рада, что здесь присутствуют и старейшие члены этой кафедры, Александра Михайловича Полковникова, Ксения Павловна Смирина. Давайте их приветствуем. Привет нашему собранию. Это вам, конечно, Дмитрий Гилатимирович Забродонов. И другие, ну, уважаемые члены кафедры, я рада вас приветствовать. Здесь вас много. Это здорово. Как? И я рада приветствовать многих членов нашего коллектива педагогического. Ну, я скажу, любой, Георгий Печапарев. Конечно, Даталья Анатольевна Неборева, заведующая кафедрой современного русского языка, членов из детского совета по русскому языку. И редактор журнала «Русский язык в школе», всероссийского журнала. Григорий Владимирович, завеститель заведующего Александра Михайловича Полковникова в научной работе. Мы тоже очень рады, что он здесь. Конечно, Сергей Владимирович Слугов, кандидат фонологических наук. Марина Владимировна Сарапас, заместитель заведующего кафедры общего языкознания и заместитель директора института филологии. Мы тоже очень рады, что он здесь. Александр Михайлович, Алексей Геннадьевич, институтный член кафедры, заместитель директора института технологии. И, конечно же, Владислав Дмитриевич Янчин, заведующий кафедры методики преподавания русского языка. Во втором ряду присутствует Сергей Геннадьевич Саваштоп, профессор кафедра русской классической литературы. Кафедра русской классической литературы вновь пролела свою жизнь, как и кафедра русской литературы 20-21 год веков. А дамы в обозрении в прошлом они были слитым одну кафедру и сейчас. Правда, что параллельно играют наручные обороты вот в таком замечательном соседстве. Игорь Сергеевич Курюбин, профессор кафедры русской литературы 20-21 год, совместитель, директор института филологии. Я очень рада приветствовать Светлану Михайловну Калесникову, профессора кафедры современного русского языка, известного синтаксиста. И я бы приветствовать Ольгу Николаевну Лёвшину, профессора Калинину, только предполагая русского языка, которая очень много делает для того, чтобы наши возможности распространялись по всей России и даже по всему миру. Нынче она в виде управления межрегионального сотрудничества. И если я двух уважаемых наших коллег, у нас еще молодой человек кафедры, Светлана Наталья Горяевна, очень приятная, которую мы в общем знаем, уже давно, да, совершенно верно. И я хочу сказать, что Александр Михайлович подарил мне эту книгу, подарил мне эту книгу с дорогими для меня словами. Эти слова адресовывали мне и эта монография, эта монография. Для меня она очень близка. Я занималась, когда писала кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию, именно этим периодом, началом 19 века. Поэтому все имена, которые здесь названы, очень близки мне и совпадают тоже с какими-то моими внутренними симпатиями, эффективенциями научными. Хотя понятно, что каждый из нас в научном плане развивается и все мы переходим границы тех клиентов, которыми начинали заниматься в юности. И это понятно, нашим интересом расширяется. Но я очень рада, что эта книга и у меня в личной библиотеке, и в библиотеке института филологии. Институт филологии тоже развивается, и надеемся, что новые образовательные программы, которые мы запускаем, наоборот, а это, дорогие бакалавры, магистратура по тюркской филологии культуры реп, по тюркской включая гривенский язык. Конечно же, это магистратура по славянской филологии репрессии. Мы имеем ввиду разные языки славянской группы или семьи, как правильно. Вопрос института. что? Понятно. И мы будем да, понятно, мы будем учить магистратуру и южнославянским языкам, и западнославянским языкам, поэтому надеемся, что магистратура будет востребована обеспечивать ее во многом, обе эти магистратуры во многом специалисты Ольга обеих и кафедры общего языкознания и кафедры современного русского языка. Впрочем, обращайтесь, не перебиваю, альцентр нашу школу в университете первый начал инициатор создание кафедры свободы и кафедры. Здорово. Это одна из доступных и чашином и мы будем создать эти магистраты. здорово. Я хочу сказать, что санкопитальная и прикладная и теоретическая июлямистика это еще одно место, которое обеспечивается кафедрой под руководством Александра Михайловича Мамчата прежде всего Андрей Матюрич и Борик руководитель это и образовательная программа. И мы надеемся, что мы будем и дальше в этом смысле развиваться. У нас планируется магистратура по международному правовому и юридическому дискуссу. Ну не буду говорить о наших техских планах. как мы будем осуществлять какое-то постановление пока не надо. Но вы это надеюсь скоро узнаете. В общем наши гемологические проекты прежде всего связанные с образовательными программами надеюсь будут расширяться и укрепляться. А я сейчас прошу Александра Михайловича естественно презентовать и представить Алексея Владимировича Зеленослав разумеется профессор Фраген русской классической литературы руководит студенческого научного общества. Присаживайтесь. Спасибо большое уважаемые свидетельцы за все явно привеличивые слова о моих наших студеновочках. я хочу приветствовать прежде всего дорогие крестиньи коллег друзей господ студентов которые присутствуют которые не пожалели своего времени и пришли на то чтобы познакомиться с новым изданием нашей гайки экологичным изданием и посвященным творчеством и житель творчеством Александра Семеновича Семеновича представители привезли эти книги сюда еще в шестом году я продолжил предложение книгу выпубликовать они предложили услуги по кроме всех документов я подачил тегменты на экран но в том году фонд не пропишал этот проект и я уже не был одному рукой думаю как я смотрю сам издательный за собственный счет и через год они снова обратились предложили повторить эту заявку я сначала соглашался потом они у меня уже грубо говоря и вот как-то может быть странно покажется в наше время но заявка подобно поддерживаем фонд фундаментарь естественно не будет средства а естественно если говоря осуществил всю эту подготовку и саму издание книги хочу также и благодарить что мы оценили прекрасное практическое исполнение книги вчера после очень приятный сиректорами сиректорами я думаю что было бы на этом правило если наши какие-то сработицы с ними какие-то контакты сириоза официальство в Санкт-Петербурге приемы в Москве и я думаю что сотрудничество с этим обязательством будет полезно и для наших студентов спасибо хочу благодарить за специальные книги сириоза сирии сириоза 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 Боинские писательные замечания, советы весьма существенно помогли получить книгу. И так что он вспомнил, конечно же, своего друга Василия Ильича Морова, великолепно изнатолкай в Мушинской эпохе, чьими советами не обрисовался во время писательной книги. Он полностью прочитал, прокатал на реакционный ценный совет, сделанный измечание. И, конечно же, он попутал свою жену, Юборисову Камчатому, которая не один раз этот вот валюм вычитала, находясь в системе ошибочек, а также существенно, совсем советую, художественную и фитературную форму. Теперь я имею в виду сразу слов о тех мотивах, которые выгудили меня написать о книге в вашей школе. Ну, вообще, если надо, чтобы до конца образованного современника спросить, что он знает, а вы выбирали из этой книги в школе, то, в любом случае, мы услышим, что это тот, кто придумал слову «мокроступы», в местных головах же, и вообще не верил употребление воспроизводителя на реакционные слова. Ну, эту чифру «мокроступы», я должен сказать, что и с «мокроступами», и с «покровными», и с «покрошилищами» стоит нечто большее, чем для него это заимствование, и вообще не было существенных действий, чем это кажется на первый взгляд. Вот, например, я уже упомянула, что действительно диалекта, да, робота 10 лет назад, я здесь, в даче Ломного Украины, на кончертайском сетексе по истории русского петербурного языка. Я хоть, в конце, не сбил, да, что, по-моему, сбил. И я думаю, что обязательно делаю два курса, с «мокроступом» в Курске играется освещение роли организма из-за русского итернационного языка, его нового слога, а также его полемики по кругу его, и, в частности, полемики между членами общества «Адамас» по той стороне, членами общества «Беседы Юрия Русского Слова», «Островательным» и представителем которого был адмирал Шишков. Ну, сказать, что «Адамас» и более веселые для ребятам, и зарядок глубивости над Шишковым, над его беседой. Вот, Александр Павлович, известный «Адамас» и просто выписал оттуда те ругайцы, которыми пользовались членами общества в отношении людьми Шишкова и «Беседы Юрия Русского Слова». Их называли «Слованофимами», «Волягорожными», 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 «Словятыми», «Заптагами», «Хирными наедниками», «Словятыми пегасами», «Литературными расходниками», «Слованофимами», 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 «Человечным», «Ваггами», «Вайгорожными», «Завоновыми», «Вит blasphégами» «Ут Worlds». «Видении» «Словятской». «В observing». Безумной сволочью, ценафей и скупами, живущими официальными и так далее, и так далее, и так далее. В 1864 году, только что принятый в общество Адамасов, и он написал, наверное, на той самой степени, как едких, злых, даже для меня очень странных, как игра на беседу, как русское слово. Напомню ее. У Бульюкова в Троеве есть песок, Шахмалов, Шаховского, Шишков, Ум, из-за того, кто посадок, Шишков наш, Шаховского, Шахмалов. Ну, кто в дубе из своей злой, Шишков, Шахмалов, Шаховского. Однако, если я подачал подумать, если в Писансковке всю эту руку и все это брали, то окажется, что запас положительной библии в Латамасов, кто не с вами бери? Ну, кое-что, по всему другу, ему можно найти, не отец Андреевича Адамского, кое-что у Латвина Васильевича Адашкова. Но, в целом, он утверждает, что лингвистические содержания для полейных группы не получились. Ведь известно, что брали, упасть, мы привлекаем когда-то, когда они приятные моменты, когда необычен хрыть до водопадения. Кроме того, что мы уже в 1825 году, узнав, что государь назначил Шишкова в виде просвещения, в письме Газинску пишут, что Рашикове совершить меня иначе. Обдумав законец на мере для плохих, министр честного, на что он создает право. Шишков уже на управлении мастерия. «Все стали здоровы нам. Он увлечен перед народа, священной памятью 12-го года. Один в салтенове мошек он русских муж любил, и незамеченных созвал среди них. От хлада наших людей спасал молодые едины, осягодевшего конеца Екатерины СССР». И дали физическое вопрос. «Так, Розаманец говорит с ними о детней Шишкове». Ну, словом, детки называли Шишков как Розамас. Значит, Куршнин почувствовал или понял, что Шишкове что-то такое, что уже не указывал в принятую топику Розамаса в отношении к Шишкову. А это, как известно, мнение Куршнин-то работы стоит. И что-то я сделал только, чтобы уметь все эти, значит, понять. И можно довериться историческому свечу Куршнина и как-то поднимательно читать тексты Шишкова. И вот я начал читать, после услышания его, а это для меня трудно, потому что Шишков сам издал про тексты, издал в области практики сочинений. И вот читая эти тексты, я стал видеть нечто интерпразившее. Дело в том, что в так же годах, в 70-90-х годах, я увлекался изучением того, что при этом не называть русские философии языка. То есть вот так удивлен, войсок советского царя Пулкакова. А главная мысль этих трудностей заключается в том, что язык – это некий органом мысли, а отдельное слово – третий способ понимания и сполкования, интерпретации действительности, великолепных фрагментов. И вот, считая отец Шишкова, я с удивлением обнаружил, что основа интеллигсии или философии об такой интерпретативной новой языке уже выросли в них трудно, причем выросли довольно ясно и отчетливо. Сам русский написал, что предтечник своей философией считал судья Аксакова, кстати, Аксакова и Путерли. Но вот выяснилось, что имя Шишкова как будто волосы не напоминает. Но вот для меня выяснилось, что именно эту самую центральную, главную интуицию выросли в Шишкове. Я приведу всю банку, например, чтобы продать скучу в общих этих суждениях, чтобы на примере показать, что значит эта интуиция. На примере фиксологизма. Ну, все знают такое выражение, как вы не создаёте. Мы знаем, что оно значит. Но мы не чувствуем его внутреннюю ровность. Не понимаем, почему смысл такой душевный. Рялость, скопленность, вставленность в какую-то тарелку, с которой мы не находимся. Это выражение из Шишкова является буквально переводом фанцузской идиомы, или, не важно, что у нас есть. И так это объясняется. Вашундустскому за идеи действительно есть у вас есть, и я впервые разъявляю свою тарелку. Но оно, словно ты знаешь, достаточно тарелку. Это ещё морской тарелка, значающая разность в углу линии, или в гормой и корабле. На корабле и мостах корабля. И вот морской тарелки сразу же называют херми дифференции. И вот каждый корабль имеет свою собственную дифференцию. Есть и не такой дифференция, то ли это единственный поле, как шишков сроводом. То есть при котором он идёт на иконный поток. Может разлить кризисную скорость. То есть наилучшую скорость для минимальных дозавших топлива. Хочу говорить образ. Вот когда про зону говорит, и не падает на самозье, это значит, что он сразу же является с кораблём. Не в своём дифференции. То есть как в порядке, или такое разность в углу линии на спину са стороны, какая свойственная для его лучших качеств, для его качества. Будет медленно. Как и человечество срочно положение тока, обычно не имеет. Обычно бывает взгляд, невесел, задумчив, даже умный. То есть в фортузском языке, корабль, на самом дифференции, есть образ, переспособ понимание человека или духи. А в основном языке, поражение, как он создал его, существенно говоря, бессмысленное. Имеет безусловное, неосвещенное внутренним радумом, связь с значением. И вот именно здесь, на реприметивной монофобии, и коренится отвращение Жишкова по отношению заимствования к векам. Отсюда же. Ну и дальше, конечно, Жишков, все это дело сильно преувеличивается, все это думают замены. По такому словам, руководокалы называются действительно галужием поступами. Подобияются по громам, можно сказать, как громадные стены. Туртуар Пешкина, и так далее, анатолий труборазъятий, и много-много другого другого заменения. Конечно, смешно, я не могу даже саму экспедитировать нашу собственную идею, но тем не менее, мы не можем отрезать, что макроскопы, слово гораздо более областное, гораздо более понятное, чем только непонятный вопрос. Это время вот я подумаю, что, наверное, Шишков еще достаточно хорошо прочитал. Виситый его технист, теперь заняться. Ну, чем тут, например, это самое. И будет еще один мотив для написания книги. В наше время, время общественного интернета, когда каждый разговаривает, что это все не вздумается. В наше время еще и читатели, даже может быть не особо интересуется насколько научная книга, главная эта книга, а на чем она работает, то в наше время в основном появляется огромное количество писанины, по-другому выискаешь, и печатки, и интернет, и виртуально писал появляется, где стали публиковаться те, кого называли лимонтики, то есть они любители и сумасшедшие патриотики. Любыми заглядами являются как раз стомология и расширен что остается продолжается работать . Я не знаю, не знаю, любителей и лимбийских, это пока написано к В одной из книжных книжных книг «Родитель» — это тот, кто продолжает род с темой. И еще он начинает писать, что «родитель» — это два конца — род и тела. То есть «родитель» — это тот, кто продолжает род с темой. То есть веке, средств и школьник пишет «Заторность», и он еще не знал, что «когда это было дело, это было с темой. А все после «день», с темой «яди» никогда не было. Все это рады за тем портой и взять, за это убавить значение «сотоподоретового тела». Так что пусть только кто-то попробовал рассказать, чтобы уберять лишнюю «сотоподоретового тела». Совсем она и не лишнюю. Я могу спросить вам, что если родитель «сотоподоретового тела», то, что делать учителя. И вот, что важно для моей темы. Вот такие дети, как Семенцов, Екатерина, Алексей, писатель и другие лимопатрики, стали принимать учебную школу, вели в нем велико ученого и служили в течении, как передвижного официальной, кавычки говоря, науки. И тем самым, везде, как я не стал, как бы некая такая солидная научная практика, которую больше 200 лет и вы проверили свечу. Ставьте, чтобы брать книги, я передаю даже одну пример. Вот такие шансы называются, да? Слогану можно пронеснуть, как пронесло. Издал ее книги Генериалина в Петербурге. Совершенно невежды, не очень понимающие в югористики, но опирается на Шушкову, считавшись, что Шушков оказал нам истинные языки русского языка, который является, моего мнения, родителем всех остальных лечебных земли. Идут, так сказать, по договору. Изликать открытую жизнь в земле и отец на лече и нур. Немного, немало. И все это стало привлекать, особенно для интернета, стало привлекать характером, как я бы сказал, национального действия. Ну, вот я учел, вы даже знаете, что в Академии наук создана комиссия и преподавательство Лженаук. И вот, собственно говоря, я тоже считаю себя необходимым, вынесли в эту лекцию, подпуск с поседой наукой, сотрудничество наукой и преподавательство, и написать книгу, как Шушкове, представив его коннекции его времени, его культуры и его науки, со всеми его достоинствами и недостаточками. Вот это то, действительно, я сошел в практике с этой теорией, которую я назвал в предраслетной сумме. Мне кажется, это очень точный образ, который позволяет вам понять действительный метод Шушкова. Здесь я пишу следующее. Непоящая полноса сравнения, вместе с Шушковым, можно подобить судорным предраслетом. Этого же длиночка, который теряет все это развлечение, но еще и недеясиво, ясно, дистинктивно, пусть он может связаться между удивлением. Многое же видимо и не развлечимо, но много чем и не лечится, и, безусловно, неяснить эти дня и ночь. В этом сумме и живут в предрассудочном состоянии, что знание навлекает влияние и докладки, все же время рождается в косичных представлениях, однако боится, что ничто, а с невозможностью впоследствии, приятности эти дня. Как в природе нельзя умная, изберите отношения к дню, так и быстрое мышление нельзя приберите отношения и умная тема, знания и знания. В вашей школе имеют собой рисуночный переход до научных и на научных. Но представлено к чему еще по-вестному. Действительно, у Шерцкого можно найти какие-то понарения. Вот, скажем, в вопрос о системе языка. Обычно, в принципе, происходит язык гумбельта, 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 его сравнение, язык – некая ткань, которые сидите, переключены, на низ, в тончайшем образом связаны со всеми остальными. Но в Шишкове подобные образы. Но это другое. Изык – это покрывал на прошлом на мире, в котором мирно охотствует ее видопызение. Зато уже некие юридические христилия стильника. У Шишкова можно найти, зато было кумбельта, слоха-кудрами. В Шишков своей идеей романтической народности впервые заглавил из-за тех, как «Дуки народа», «Площение духа народа». Это тоже обычно цитируем в отношениях кумбельта. На Шишков тогда уже давно раньше, чем кумбельта. Потому что понятно, что значение кумбельта не за его высшим значениям Шишкова. Это кумбельт в виде носователем, теоретического указана в Европе, глупо-вожайший представитель. Но все-таки есть просто приоритет в виде нему вызова Шишкова «Аппетитива кумбельта». И другие, более частые, точнее, аппетитов, по крайней мере, переподзрения темы Шишкова. Пустой вопрос в основном. Обычно связано с вопросами, с теми нами, в том, что ЛНР, и, конечно, Белискова. Но ведь здесь Шишков тоже какие-то и высветы. Конечно, не разница приоритетом технологии, но тем не менее, при приоритете начать его организации. Так что, не знаю, стоимость первого студента, хочу сказать, я не уверен, что стоит Шишкова читать полностью, полностью, но выход не фрагмент, но это полезно читать. Потому что, действительно, как взоревает сама новая, еще без совершенных ферментов, не нашедшись в свой идеальный уплощение, его отточие на терминологии. Но сами идти, уже приедут, уже начинают их протяжения в обществе. И будет назначение Шишкова. Но нельзя его преувеличить, делайте его знамя, атаковать, для научившего раса, которые, к сожалению, наше время, у многих, и очень многие, к сожалению, у многих, у тех времен, которые я назвал. Ну, я думаю, что можно дополнить, мой рассказ, совмещение на книге, о мнении, вот здесь, двадцать минуты есть, я думаю, что они, кто-то скажет, уже, как считают, кто там начнется. Режим, очень много. Очень много. Очень спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Понятно, что здесь оживляется вот эта вот внутренняя форма слова. Скажем, я думаю, конечно, эти эксперименты, ну, скажем, более на перспективном своемозначении, или вместо футуристов, или вместо Хлебникова, конечно, в первую очередь, у Маньковского. И тема, скажем, Маньковский Шишков, Хлебников и Шишков, также, кстати, тема Лисков и Шишков, я думаю, заслуживает отдельного исследования. Впрочем, мы еще говорим, что такие исследования уже появляются, потому что, в первую очередь, эта школа Юлия Ивановича Минераловна, этот последователь, вот вышел недавно монографик Сергея Анатольевича Васильева, где вот как раз ставит вопрос о связи теории языка Хлебникова с идеями Шишкова. Я празднула, что работа на этой школе, но факт, что эта проблема осталась предметной, и она исследовалась. Я думаю, что держание здесь заслуживает не меньшего внимания, за своим забавным словом. Я не помню, что данную работу на тему держания Шишкова в плане как раз философии, в связи с философией языка Шишкова. Таких предметных работ давно не было. Так что, вероятно, здесь есть, так что Шишков, он вот как раз продуктивен тем, что его идея, как институтические группы, расходятся по всем перименам истории русского литературного языка, и они свои как предшествия, так и последовательности. Я думаю, здесь есть еще поле для исследования и изучения. Так что, Александр Михайлович, большое спасибо за то, что он готовит этот пункт в своем награде. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В целом, я имею замечательную прецензию. Ни одного существенного встречания. В моменте, в моменте, что он очень хорошо, что он был, что он был, он был, он был, он занимался, все очень хорошо. Хочу вот тоже, кстати, одну запятую, но чтобы все знали, где не делал такое ошибки, то есть, значит, Григорий Милович, спасибо, Григорий Милович. Я упомянул сегодня из-за выступления Дмитрия Васильевича Дашкова, от Эгрия Миловича, который называл Евгений Романов, не единю, тоже Дашкова. Это не совсем версия, Эгрия Миловича. Я просто называл Дашкова на две части, мне говорится. Вот, версия титулованная, она носила фамилию Дашкова. И к ним принесла как раз вот этот замуж и визитный роман о Наташке, не-не-не. А не стулованная версия, носила Фамилия Дашкова. Дмитрий Васильевич, известный от Романа, носила Фамилия Дашкова. Так что, прошу, так и очень много. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Во-первых, я хочу поздравить коллектив на государство Эгрия Миловичского университета с целью приобретения. Александр Михайлович вернулся после многолетней работы в литературном институте. В литературном институте, в морозах, в стенах своего родного университета. И вместе с тем я готов принять у вас соболезнования в адрес коллектива нашей кафедры в связи с потерей такого цветного заведующего кафедра. И, по крайней мере, в ближайшей перспективе нет отдаленной, ядкой, или не вижу, равна цветного заведующего кафедра. И это бытие для нас, конечно, невосполнимое. Но я искренне рад за вас. У вас, я думаю, теперь на кафедре будет работать такой ценный проект Александра Михайловича Эмчатина. Но в отношении нашей книги, монографии Александра Михайловича Эмчатина, то я здесь несколько слов достану, потому что здесь уже одна очень глубокая и полная характеристика книги Александра Михайловича. Я скажу, что с изданием этой прекрасно, замечательной книги можно поздравить и ее автора Александра Михайловича, и героя этой книги адмирала Шишкова. Потому что к Шишкову в своем арзамасе принято было относиться эротически насмешливая, хорошая вещь, или нет, какую вещь. Это Шишкова многомерметологизированная фигура, должным образом не понятая, по мнению автора, книги не современниками Шишкова, не последующими исследователями. Ну, к тому же, Шишкова в последнее время пытается приватизировать носителей весьма древучие идеологии. И поэтому исследование монографии Александра Михайловича Эмчатина уже в силу этих обстоятельств носит во многом полемический характер. Но, конечно же, эта книга не относится к праву публицистики. Это очень серьезное научное исследование, что можно вообще сказать о всех работах Александра Михайловича. Это результат многолетнего изучения жизни и творчества деятельности Шишкова. Первая статья Александра Михайловича, посвященная Даршишкову, если не ошибаюсь, относится к 2004 году. Поэтому Александр Михайлович очень давно вообще занят изучением творчества Шишкова. Автор книги относится к своему герою весьма позитивно и видит в трудах Шишкова, как он пишет своеобразную философию языка. Не только не ретроградную, но, напротив, весьма перспективную. И да, я вам пишу, что Шишкова смог многое увидеть дальше и понять глубже, чем его современники. Именно это и составляет для нас главный интерес чтения шишковских текстов. Ну, автор исследования вместе с тем видит очевидно слабые стороны научной и организационной деятельности Шишкова, в частности, на посту председателя Российской академии наук, и кишет об этом в своей книге. Ну, недостаточность многих лингвистических наглядов Шишкова, неплодотворность его лексикографической деятельности, по мнению Александра Михайловича Камчатного, во многом объясняются уровнем лингвистики того времени и неразработанностью самих механизмов лингвистического исследования. Он пишет, что в истории идей есть разрывы постепенностей. Каждому поколению положен некий предел познания, дальше которого оно шагнуть не может. Я в своих статьях неоднократно засылался на эту книгу Александра Михайловича, но при этом вынужденно отмечаю, что эта книга находится в печати. И замечательно, что теперь можно будет ссылаться на эту книгу, ну, непосредственно по печатному изданию. Я думаю, что на эту книгу многие, вообще говоря, исследователи будут ссылаться, потому что здесь почта Шишкова рассматривается в контексте, да, общественно-политических и культурных проблем того времени. Александра Михайловича, здесь очень много глубоких и тонких замечаний о всех этих вопросах. Так что я искренне еще раз поздравляю Александру Михайловича с изданием. Я знаю, как долго эта проблема не решалась, и просто сейчас мы вместе с Александром Михайловичем что эта проблема так замечательная, в конце концов, решилась и, по идее, такую так замечательно изданную книгу. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . . Спасибо. . Спасибо. . 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 Ученые. с. Ученые. с. Ученые. с. Нет. китайского. и. Металлической части обучения русского Это первое. Второе. Сейчас у меня динатного времени будет та программа обучения в русский институт как-то ночью. И постоянно вопросом думы. И есть программа. Она довольно полезна. И, конечно, дело в этом. Русской биоретичности не видно. Чем эта русская биоретичность отличается российской биоретичности. Похоже, другой биоретичности. Поэтому я с удовольствием прочитаю вашу книгу, обогащусь. Но я не в этом, что вам соглашусь. Потому что Александр Павлович как раз отличается тем, и в книге отличаются тем, что он придет на наград русской истории. Вот в этом он здесь. Вот вы сказали о том, что Александр Павлович опубликовал тексты, которые революционные по графикам. И я так раз напомню, как Александр Михайлович выступал в роте вся этой разной категории. Что же это было? И выступал, и он и выступал, и он И выступает даже «Комсерватизм» и «Безомбертский драмат». Он называл и выступал как-то стримов, который придерживался в мире крупные, крупнейшие виловые дороги. Вот это очень интересно. Потому что как раз тут вот, как сказали, консерватизм, я думаю, что будет в какой-то степени в лучшем значение. Спасибо большое. Вы прямо смотрите, мне прямо в сердце, по-другому. Но что-то, что-то, тема, он не пример. Больёва, я только помню. Всегда вот это, где-то шар, крупнейший учёный, крупнейший, чем у долг посветил мировой науки, кто будет спорить. Он быстро ровнеком от проекта в Киеве Франции. И на заседании 13 апреля 1904 года, единственное заседание комиссии архографии академии наук, где решался вопрос о судебе технических букв, Шахмин выступал за эту реформу. Потом, правда, он рассказывал, что есть интересные воспоминания о том, что он говорил, здесь мы по большинству поступили, совершая эту реформу архографии начальника 20-го века. Но которая не была тогда в Киеве, там и церковь стояла, и Николай II был против этой реформы. Да и вся был тумбит, был против, и у него был против, и Цветая была против, и Толстой был против этой реформы. Тогда её прикрыли. Ну вот, в 18-м, вот эта она была совершена. Но напомню, это, наверное, что другое. Шахмин выступал в Академии, как Соболевский, Алексей Иванович Шахмин, как Александр Александрович. Цветович считал, что нельзя вдавать существование отдельного военнского языка. Вообще то, что есть лишь молодостный диалект русского языка, есть беломостный диалект, есть великороссийский диалект, где не нужны ни качанин-тикать на речи, или к народской на речи, молодостной на речи, платоской на речи, три на речи одного единого языка. Шахматовый вопрос в этой очереди согласовывал Валентинский язык. К чему это привело? К тому, что это на Украине. Кто выбрал интерватор с Валест, или прогрессист, лидерал шахматов. При своём новочайшем уровне к шахматовым научным ответвлением, должен знать, что эти... Ну, я не знаю, что же, по-настоящему учёные, где-то, наверное, в этой области исторической металлогии. На самом деле, политический. Контерватор с Валест оказался прав, но для меня шахматовый вопрос, это неправильно. И, думаю, вязанно там, вы муикаристы относитесь за это решение. Так, ну, что ещё? Ведь желающих поговорить, нечего-то из-за родителей моей... Хорошо, слушай вас. Я с его сердцем подправляюсь с опытом этой книги. Вот вы знаете, очень многие мысли созвучны на одной волне с вами. Понимаете? Вот удержать всё ценное, что было в прошлом. Эта мысль, она очень... на нагреет уже действительно душу. Этот замечательный труд открыл. Пятую главную. Спасибо вам за этот подарок. Я как-то пробовать не думал. Просто вот сейчас хочу сказать. Опыт словопроизводного словаря. Просмотрение вот этого материала очень интересно. Мы вдохновляем прямо. И в отношении методики очень полезная работа, потому что мы со студентами работаем и говорим. Посмотрите, у нас есть огромный словарный запас. Мы, к сожалению, не пользуемся. Много займутся в двух слов. И есть упражнения. Давайте всё-таки подберём и переведём русского на русский. Какие слова у нас? Благодаря обращению к этому тексту, к вашей книге, такая работа пойдёт легко. Вот большое вам спасибо. Я вижу здесь большой потенциал, этот методический потенциал. Спасибо вам. Спасибо, Александр Дмитриевич. Вот я хочу от того, на слов, вот и не пережить уже эти, а от того, на слов, буду столкнуться на словаре. Была у всех в нашей школе одна задержанная мечта. Это даже не мечта, а некая попытка создать словарь, потому что мы сейчас остались в словопроизводном, или даже в словопроизводном словаре, в словопроизводном словаре, но в историческом аспекте. Словопроизводование сейчас как будто бы не в моде, по сути, юнистам, а по сути, оно как будто бы не в моде. Хотя, вот, скажем, в 70-е годы, когда я был студентом от собственного университета, тогда, как вы посчитали, то каждый пятый статья когда вы сделаете по-руссийски, когда посвящена образованию. Сейчас образовая как будто бы ушла, из центра понимают что-то, вот, из ферилии, значит, не маргинальная тема, из ферилии все эти темы, современной русистики. Как будто, вот, задача решена. Что это установить? И, как будто бы, там, не главное, что он за словаристом образовая время, и, конечно, за словаристом Стивного, который я лично очень не люблю с вами. Потому что, я считаю тем тем замужем, который будет расшираться на Шишкову. Шишков, это такое, что я пытался создать, но не раз в основном времени, не раз в системологии, не позволили его создать. Я просто, когда читал «Труды Шишкова», я поражался вот в романе «Труда», которого он потратил, по-моему, человек чрезвычайно любил. Нам такое, наверное, есть, какое-то трудолюбие. И, тем не менее, вся эта романа «Труда» была совершенно опрасна. Вот это, вот, такое чувство, такое двойство, восхищение трудолюбию, и, к сожалению, что-то все ушло совершенно зря, напрасно, все будет трудолюбие потрачено. Оно это не оставляло, оставляло чувство, как уже есть жалко, потому что, как человек, одно место, одно место освещения. Но, как вот, эта идея, образоваться влага, так оказалась реализованной в течение уже 100, почти 200 лет. И вот, я решил, что еще эти три чувства вызвать, и, как и первое, где можно, наверное, такие слова сделать, переношенные слова трагедии, шикстерканы. И вот, что, однако, порвалось с лоб сведующей нить, но нам данное вносит соединить. Вот, я уже работал не в четыре года, хочу просто изменить интернет. к сожалению, то, что вы видите, я не вижу, я не краю, я не вижу по этому направлению. Но, сколько я хотел показать. Вот, что такое сайт, специально называется он «древоскоп.ру». Заметую, забывайте. Ну, давайте попробуем ткнуть, если получится. И что он состоит? Ну, помимо своего родимого, на сайте, он состоит в первой части, он состоит в первой части, где есть прославлялся восьмого слова, и даже с его производным. Здесь, конечно, очень ярко. вот это бич, Probably. Вот его все производства, это замечательное строительство. Значит, простоианские боги, а начательное место стояанские поздние, они видят, может, через такую, лугу жастоты его все производные. Вот это, у нас цивилизация, ту идея, которая посредит немалых сил. в школу здесь успешно, но, на мой взгляд, у нас человек более высокий. Это руководство у нас. Участливо, само-то у меня. Я, в общем-то, уже взял этот руководственный вопрос о том, чтобы нам в институте открывать их кабинет, императорию, создать его здоровье. Мы ведь работаем здесь на год и год и в период. Моей жизни очень не хватит, чтобы создать ассорт. Либо, когда это будет имя молодёжь или ассорт. Это делало очень внимания. И если человек, как он стал, и создать, так сказать, рабочих, так сказать, то я хочу взяться за учение, за совместную работу по эту тему. Ну, это надо же внимательно изучать. Это то, что только рассказать. То, что вы не сказали, если это этот фрагмент, так сказать. Кстати, в прошлом году, у меня были студенты, которые уже пытались ищутся сделать. Вот, например, две студенты, которые продавались без сосьми. Вот. Это уже из-за этого курса. Поксения Кромеян, Крепетария Вахачева. Продолжали соседи. Одна по внушему, по 12-й в час. И другая по 12-й в час. Доль, вдова. И мои статьи, и много всякого развития. Каждую неделю будут присылать мне отчеты о том, кто необходимый сайт, кто интересовался. Оказывается, что каждый месяц в каких странах будут говорить, что жители Казахстана, которые знают, как Россия, Япония, Китай, Казахстан, Казахстан, Курция, Ирак, Эфиотия, Бразилия, Негодоней, Финляндия, Латвия, Беларусь, Украина, Сербия. Ну, были какие-то страны. Я посчитал уже, наверное, ста стран. Эти ста стран могут написать эти сказания. И что еще важно? Правильно то, что, в другом отчете, это не только, не только, но и приходит. А ведь это додушие стих интересуются слова. Поэтому я считаю, что слова нам нужны. Только наши министинторы, и мы будем работать над ним. И по правильной мере, всем эти стихи делают с ним. Так что вот идея Шишкова. Шишков создается третьим, так сказать, современного дискурса, психологического дискурса. И два разговора о гостеподействии, генералитете, обращения к культуре Шишкова, профессиональных людей его эпохи. Точно так же и Шишков создается живым членом нашей корпорации Министинческой культурной площадке, членов его воспространения, силы. И тут, оказывается, я не знаю, что это решение значит, что это не просто. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Владимир Марин, я должна сказать, что начинание прекрасное Александра Михайловича и продолжение летнейшей школы находит у нас уже реальное воплощение. Александр Михайлович, почему ты сейчас не сказал, что у меня нет уже есть? Что есть прекрасные стеллажи для бумажных словарей, традиционных словарей. Наверное, в ближайшее время они будут наполнены, эти стеллажи. Так, мы надеемся, очень скоро будет подключено оборудование, которое позволит уже в таком дистанционном формате и в интернет-пространстве реализовывать идею Александра Михайловича. Поэтому Истуд филологии в этом направлении тоже движется. Только сегодня мы вот сгалеры были в этом кабинете, словарном кабинете, который, мы надеемся, мы надеемся, мы надеемся с того, что произойдет, мы надеемся в этом направлении. И я хочу сказать, что жанр сегодняшнего мероприятия он становится традиционным для истудофилологии. Мы уже второй пол презентуем замечательные монографии и учебники наших учебных преподавателей. И вот эта жемчужина в короне наших презентаций сегодня снимает достойное место. Спасибо вам большое, Александр Михайлович. Про пациенты Александра Михайловича. Спасибо.